Я всех приветствую! С вами Ирина. Это мое очередное путешествие. Путешествовать мы едем с дочкой в город Анапа. Подлечиться в санатории, ее, меня подлечить, но не жить в санатории, а будем мы снимать частный сектор. Отправляемся мы с промышленной зоны из города Ростова на Дону. Сейчас ночь. В 00.05 у нас приходит поезд. Тут промзона первомайская. Видите, тут ни жилых домов, ни кафешек, ничего нет. Счастливого нам пути! Поезд 493-го Ульяновска. Это у нас вагон. Открылся. Все очень чистенько. Вагон люкс, спальный вагон. Здесь нам уже откинули кресло, чтобы пошире было. Индивидуальный кондиционер, сиденья, шторки и никого нет. Красота! Мы находимся на пляже в Анапе. Водичка теплая. Море не цветет. Никаких божьих коровок нет. Наверное, улетели. Народу очень много. Просто-просто очень-очень много. Вот столько. Как раз мы купаемся после пяти часов вечера. Как раз не сжигает солнце. Там находится аквапарк. Вот там. Мы там были шесть лет назад. Вечерняя Анапа. Она вот такая. Вон там фонтанчик. Здесь продают разные сувениры. Все мигает. Все красивенько. Мы вышли погулять. Узнаю, узнаю знакомые места. Сзади меня находится музей восковых фигур. Колесо обозрения. Там, не знаю, видно или нет, американские горки. И сзади меня находится улица Горького. Когда-то я шесть лет назад снимала там видео. Сцены на шашлык. Свинина 140 рублей 100 граммов. Ну вот баранина 230, перепелки, крылышки, овощи, креветки такие прям большие. Такие вот креветочки большие. Мы находимся в парке. Вот как выглядит парк Ванапи днем. Там машинки. Что-то работает, что-то не работает. Но в основном работает это все вечером. Когда много народу, все светится. Здесь лошадки. Это все для деток. Это колесо обозрения. Будем сейчас коктейльчики. Мороженое 150 рублей 100 граммов. Молочные коктейли 500 миллилитров 200 рублей. Здесь днем проходят пенные дискотеки. Видите, как снег. Дети довольны, счастливы. Исцарапали мне все руки. Да-да-да. Он на сумку сел, смотри. Ты фоткаться пришел? Смотри. Ты что, фоткаться пришли? У вас что, семечки есть? На хлеб. У меня нет ничего, что вы пришли сюда. Живем мы на улице Шевченко. Вот это улица Шевченко. Рядом находится отель Паллада. Отель Европы. Ресторан здесь. Наш домик вот этот. Такой вот заборчик. И здесь ходовый замок. Вечерняя Анапа. Это вот фонтанчики. Вот здесь вот формула-1. Здесь можно на гоночных машинках покататься. Вот здесь вот одно колесо. Там еще дальше другое. И аквапарк. А это вот улица Горького. Здесь машины не ездят. Здесь вот Макдональдс. Хот-дог продают. Различные художники. Кафешки. На аэрохоккей. Вот касса. Четыре игры стоят 300 рублей. Дается вот такая карта. Даете залог 50 рублей. Потом карточку возвращаете. Залог вам тоже возвращают. Можно поиграть. Вот в любые четыре игры. Я люблю с дочкой аэрохоккей. Сейчас будем в аэрохоккей играть. И здесь посмотрим, что нам еще тут нужно. Смотрите, я вообще не знаю, как играть. Мы находимся в санатории Надежда. По ценам что? Что мы делаем? Мы делаем солевую пещеру. Стоит она 350 рублей. Вот за двоих 700 рублей мы заплатили сидеть час. Дальше. Для суставов. Для суставов у меня выписали ванну с бешофитом. Стоит она 450 рублей. Вот ванна с бешофитом. Лазеротерапия на нос мне 200 рублей. Грязевые аппликации дочки 400 рублей. И ДМВ терапия 200 рублей. Пришла на ванну. Ой, запах грязи приятненький. Поддаешь дончик, сидишь, ждешь. Потом тебя вызывают. Не засняла вам ванну. Может, очень быстро меня туда погрузили. И я только вышла и сразу следующий зашел. Ванна. Тут подушечка лежит. Бешофит налили и пузырьки включили. И вот 20 минут вот это все бурлило. Кто бесплатно ходит, тому 10 минут. Ну, то есть, кто в санатории живет, кто платно ходит, мы платно ходим, тому 20 минут. Я нахожусь в янтарной комнате. Это для тех, у кого щитовидная железа. Все здесь сделано из янтаря. Абсолютно все. Картина. Стоимость процедуры 200 рублей. 30 минут сидеть. Вот как выглядит моя ванна. Вот там включаются пузырьки. И здесь идет. Сейчас мне нальют бешофита. Это моя раздевалочка. Также в санатории можно попить кислородный коктейль равновесия. Он здесь один из шиповника. Настоящий эликсир здоровья. Натуральненький. Ну, и фито-чаи. Желчегонный, грудной, желудочно-кишечный. Мы сейчас будем пить кислородный коктейль. И Кузька покупает. Такой вот фитобар. Прохладненько везде. Все красиво. Хороший ремонт. Мне очень понравился санаторий. Такие вот стульчики прекрасные. Вот такая ложечка. И вот такой вот коктейльчик. Кушаем вот так вот ложечкой. И потом, правда, отрыжка такая. Когда вы хотите кушать, вот время у нас, вон, в часе висят 12 часов. Такая вот очередь в столовой. Причем это в каждой столовой. Ну, если просто в столовой. Не кафе, не ресторан. За мной еще столько людей заняли. И Вика заняла столик. Почему я не хочу готовить в пустевом доме? Вот пустевой дом. У нас живет там 20 человек, 20. Кухня одна. Раторина, мы не поступаем. Две плиты четырехконкурочные. Куча народу, жар. И готовить в отпуске. Я дома готовлю. Еще и в отпуске готовлю. Не, в отпуске хочу отдыхать. Но приходится стоять в очереди. Примерные цены на обед в столовой. Вот борщ, салат, картошка с грибами, кофе. Салат греческий. Говядина с макаронами. Вышла нам бюджетненько на 620 рублей. Два сока здесь. Макароны, картошки с грибами, без строганов. Вот. Это морской вокзал. Это морской порт города Анапы. И куча народу вдалеке. Это развлекательный центр в санатории Надежда. Здесь вот такие вот шахматы. Сейчас мы будем с Викой играть в шашки. Мальчики рубятся в хоккей. Тут есть теннис. А что тебя выиграть, моя девочка? Тут нету мячика. Мячика нет, денежку просит. Красота какая. Это бильярд. Такой огромнейший. А это аэрохоккей. Приветики. Приветики. Помимо всех процедур я прохожу еще массаж. И сейчас это массажист Жанна. Кстати, я заметила, после такого массажа у меня после первого сеанса практически перестала болеть спина. После второго вообще перестала болеть спина. Это необычный массаж. Жанна сейчас расскажет, что это за массаж. Привет, друзья. Я делаю миофасциальный массаж с реактовануальной терапией. Работаю по пассиям, по мышцам. И тяну мышцы по местам их прикрепления. В начале и в конце нашего сеанса. Все клиенты в основном уже отметили, что уже на момент растяжки мышц по местам их прикрепления происходит облегчение расслабления спазмированных мышц нашего тела. Поэтому рекомендую всем, если вы делаете приветствия в Анапе, приходите на пляж Лан-Кафе и делайте у меня миофасциальный массаж. Он улучшит. Всем доброе утро. Время такая рань. Почти нет никого. Все спят в гостевом доме. Мы сегодня отправляемся на экскурсию на Пшацкие водопады. Экскурсия протяженностью 12 часов. 8 часов нам уже надо быть на месте. Поэтому сейчас попьем кофе и пойдем. вот такой вот у нас комфортабельный автобус. Сейчас мы будем выезжать из Анапы и часа три будем ехать аж за Геленджик. до этого автобуса, рано утром, но днем обещают 32 градуса. Герои Советского Союза Цезарь Новороссийск. Вот так. Удерживали затем, расширяли до самого освобождения Новороссийска до 16 сентября 1943 года. Каждый сантиметр, сантиметр квадратный этого пасдарма пулит кровью наших бойцов, солдат и офицеров. И киспахан, киспахан осколком. Первая наша остановочка на экскурсии, памятник 18 июня 1918 года в Семерской войне революции мужественной моряки черноморцы затопили боевые корабли, чтобы они не достались кайзеровской Германии. Впереди нас город Новороссийск. Очень красиво. Подъезжаем мы в город Беленджик. Накордился невольный черенок. Продавали не столько мужчин, рабов. Беленджик переводится с турецкого как «не лесточка». 15, 16, 17, 18 лет. Продавали в гаремы осмаб. Загружают нас сейчас вот в такие машины. Одна большая, другая маленькая. Мы идем вот в ту большую машину. Давай, Вика, занимай место справа. Желтончики, ты взяла желтончики? Один? Два. Вот как это выглядит внутри машины. Все как на банане сидят. Офигеть. Погнали по речкам. Приехали мы на машинах вот к таким горным речкам. К сожалению, в машине мы не смогли снимать, потому что очень сильно трясло и мы держались. Группа нас 51 человек. Идем сейчас смотреть дольмены. Сейчас кинем денежку. Вот такую. Опа. Обычный домик. Муж необычный. Интересный для чего. Много версий. Приехали мы на водопады. Вот такая вот симпатичная здесь площадочка. Там находится кафе, где мы заказали себе шашлык, картошку, нарезку. Алкоголь не заказывали. Не советуют. Тем более жарко. И тем более нас повезут на дегустацию, чтобы нас не развезло. Поэтому идем гулять трезвыми. Там находится пасека. Смотрите, какие домики красивые. И гора. Сейчас мы пойдем на водопады. Затарились тархуном и вода у нас еще с собой есть. Так, так. Первые переправа. Кто в кроссовках становится вот сюда. Водичка холодненькая. Давай, Викуся, давай ножки помоем. Вот такая речка течет. Мы в лесу. Идем на водопады. Полтора километра. Вот первый водопад. Здесь водичка чистая. И можно здесь набирать воду и пить ее. Наша дорога протекает только вот так. Многие в кроссовках идут прям по воде. Потому что не везде есть там, где можно наступать по камушкам. Хорошо, что я взяла резиновую обувь. Вон наша группа там. И вот такая вот дорога. А вот и конечная точка нашего маршрута. Борода Черномора. Вот люди фотографируются. Красота. Вот по этой вот дороге мы шли. И также мы будем обратно возвращаться. Ноги не успевают высыхать. Купаться мне не хочется. Ну и заключительный этап у нас. Ужин в кафе. Это сухое вино. Кстати вкусное. Что сухое вино не люблю. Она вкусная. Картошечка. Вот это все на 875 рублей. Такое кафе на площадочке. И через час уже мы выезжаем. Ну и заключительный этап нашей экскурсии. Нас привели на дегустацию вин и меда. Как всегда. Есть вот такие вот бокальчики. Кужерчики. Ну как же без покупочек. Вот это я купила маме. У кого давление. Кизиловое варенье. Бальзам. Энзе. Алкогольный. С травками. Вот это вот рюмочка. Вот это вот оранжевое. Не могу одной рукой открутить. Это чача. Я ее ни разу не пробовала. Это я мужу везу. Это сапирави. Сухое вино. Хотя я сухое не люблю. Но попробовала. Прям очень-очень вкусное. А это вот как мороженое пломбир. Шампанское нам. А это успокоительный чай. Ароматы предгоре. Ну вот и закончился мой флоп по анапе. Не только по анапе. Вообще по отпуску. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Напишите почему вы поставили дизлайк. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok